Друзья, всем привет! Сегодня 2 апреля. Понедельник, вот, и все, я никак-никак не могу собрать свой трактор. Четверо-пятница был занят, домашние дела, в общем, занимаюсь я сейчас строить дома, точнее, пока еще заготовкой строю материалы. Вот мы ездили в четверо-пятницу за кирпичом, сегодня рейс КамАЗ ушел за кирпичом, наверное, последний. Вот, но это не суть важная, это, так сказать, превью, небольшое превью нового плейлиста, нового проекта, как сказать вам, ну, в общем, строительство дома. Это будет позже, пока еще только завезли песок, щебень и кирпич. Вот, там уже земля как оттает, у нас тогда уже будет мудамент, и там начнутся видеоролики с рассказом, что и как, какие параметры, какие размеры, в общем, реконструкция дома. Вот, сегодня буду собирать промежуток, ставить, хотел бы еще успеть поставить двигатель хотя бы на лонжерон, но, увы, нету у меня времени, не успевая время, уже 4, до обеда занимались делами там на работе, и теперь вот только еду. С магазина едем в Грушицу, а это, как-никак, 60 км по одну сторону, 60 км в другую. И, короче, купил себе на 20-ку патрубок, я не нашел нижний патрубок на радиатор, очень-очень проблемно менять, тем более резидовый он жесткий. И за сезон он дубеет, начинает пропускать, либо лопается, либо начинает пропускать. Как ни тени, я все без толку решил, короче, перейти на силикон, но на силикон перейти не так-то просто их найти. Нашел в Камазском магазине, и то вот такой вот уголок, 550 рублей. Ну, с этого уголка мне можно отрезать и сделать два патрубка. Один нижний, другой патрубок на соединение от помпы до коллектора. Но там я поставил уже резиновый, но там поменять можно. Снять коллектор выпускной и коллектор водосборной трубы, и там можно все поменять, это не проблема. Но поставлю сразу силиконовый вот такой вот мягенький патрубок на низ, чтобы туда больше не вазить. Вот, так и по совету знакомых, друзей, которые ставили, говорят, два года, проблем вообще не знаем. И патрубок ни сколько не задубел. Наш же резиновый, какой бы он ни был, офигенный, как бы его магазин не плалили, через месяц работы он дубовый. Может, не пропускает, но через месяц он дубовый. Вот, короче, решим я переходить потихонечку на силикон, пусть дороже, и сделаем такую небольшую проверку. И потом в конце сезона вам уже скажу лично на своем опыте, каково это, стоит ли затрачиваться и покупать. Ну, в принципе, 250 рублей за патрубок. Если бы он без уголка, он рублей бы, ну, я не знаю. Нижний патрубок, сами знаете, он там не особо длинный. Вот, я не знаю, рублей на 250 максимум бы, наверное, выше. Вот, поэтому это не особо дорого. Поменял, забыл, как называется. Короче, снимать я, наверное, сейчас не успею, как мы будем устанавливать патрубок. Потому что, пока я ехал с магазина, все никак это заняло время, поиски и тому подобное. Еду, короче, забираю ключи и бегом туда, на базу, где у меня стоит трактор. Мужики меня уже там ждут, поэтому снимать я не буду. Я их задерживаю. Сейчас мы быстренько промежуток прижимем хотя бы на два болта. И потом я их отпущу, чтобы они свои дела тоже делали и не задерживать их. И потом уже потихонечку начну снимать, что и как. Так, в общем, короче, вот такие вот дела. Сейчас будем промежуток птыкать. Они уже его увезли. Уже сидят, ждут. Сейчас я беру прокладку, ключи, герметик и вперед. А дальше уже в процессе сборки буду вам рассказывать, что экран. Короче. Есть еще что рассказать. По поводу 82-ки опять проблема. Не знаем, что такое. Но, в общем, расскажу вам в подробности. Друзья, ну вот, короче, продолжение. Все, двенашка у нас тута. Промежуток на месте. Протянул я его. Вот. Теперь переднее крепление почти завернули. Тут, короче, мусора сейчас нападало в каналы. Ну, в отверстия. И нужно компрессор ввести, продуть. Потом заворачивать болты. Вот. Теперь я привернул крепление одно. С одной стороны под гидробак. Со второй стороны. Вот. Теперь моя задача также. Нужно. Что мне сделать? Мне нужно. Так вот. Короче. Снял вот здесь вот шланг 25-й. Его нужно поменять. Также вот шланги какие-то. Хомутики везде кругом. Тоже полопатый. Лопнутый весь. Короче, надо много шлангов сюда. И их все менять. Вот этот вот на переключении нельзя позорвать. Тоже лопнутый. По-любому дубовый. Нужно его менять. Но это все более как-то проще. Короче. Что делаем? Делаем мы следующее. Сейчас приверну верхнюю крышку, нижнюю крышку насоса. Приверну шланг. Шланг будет тоже поменять. По-моему, он чуть-чуть соплился. Но это... Ладно, туда дальше. Видно будет. Надо все отмыть. Короче, прокатиться. Где что еще есть? Какие сопли. Заказывать шланги. Еще тому подобные вещи. И потом уже устранять. Так, так в целом, вроде бы нормально. Вот, короче. Короче. Опускать гидробак можно. Ставить его на место. Здесь пока провода все поправить. Чтобы они не мешали. Блин, жаль, у меня нету с собой крепления. Магнита забыл я. Дел, конечно, полно, но до пуска осталось... Я бы не сказал, что прям много-много времени. К концу недели планирую запустить масло. Антифриз дождаться. Точнее, может быть, съездить. И можно запускать. Будет. Вот, завтра буду мотор останавливать. Блин, не в ту сторону тянули. Ешки-макаряшки. Короче. Плиту снимать на коробке, на которой находятся распределители. Перед кай дифференциалом. Там текет все. Надо под распределителями, скорее всего, менять прокладки. Потом стекло, как обычно, мерное окошечко уровня масла, коробки. Тоже с ним заниматься. Постоянная проблема. Также тут шланги. Снимать правое колесо. Снимать правое колесо. Снимать бак. И отворачивать шланг, который идет на смазку. Левого и правого тормоза. Тормоза. Его нужно менять. Таких шлангов, увы, нету. Трактора делают, но запчастей нету. И официальные дилеры, и официальные торговые дома. И в Минск магазины, все, которые есть от МТЗ тракторного завода, говорят, что у них таких шлангов никогда в жизни не было. Нет. И не будет. Точно так же на складах. Такая же ситуация. Нету на складах МТЗ таких запасных частей. Пускай трактора запчастей нет. Поэтому ситуация сложнее. Но опять же решаемая. Решаемая она как у нас в Самаре есть такой типа магазин, которым обжимают любые штуцера. Привозят шланг. Даже они могут шланг сами тебе подобрать. Только штуцера. Это в принципе не вопрос. И они его обжимают. Наверное так мы и поступим. Это будет проще. Гораздо дешевле. И быстрее. Вот. Вот такая вот заварушка. Не очень-то приятно. Пусть там качества особого нету. Сломалось, поменял. Хрен с ним. Но блин, когда нету качества и нету запасных частей, да, ситуация не очень приятная. И как бы, я бы сказал даже, наверное, плачевная. Коробка у меня засратая. Правая сторона текет здесь вот все с этой плиты. Жопа, конечно. Надо это все лечить. Здесь текет. Под плитой текет. Вот здесь вот текет. Вот он самый шланг. Который меня, блин, запарил. Правая сторона у меня, конечно, засратая. Левая куда ни шла, правая говно. Вот такие вот него нехорошие. Но это все лечится. Как бы боремся с этим. На протяжении всего сезона боремся с потеками. Так, сейчас, наверное, вот эту вот барахолку притягиваю. Так, друзья, короче, с этой стороны практически все готово. Притянуть бак только. Но вот с этой стороны немножко посложнее. Не могу поставить гидроусилитель сцепления. По одной простой причине. Потому что, если я поставлю его сюда, вот так вот он будет загораживать, я не поставлю шланг, который нужно поменять. Вот. Это одна из причин. Второй как бы тут нет. И, короче... Короче, это все дальше сделается. Также вот этот вот... Как бы, мягко говоря, Тоже шланг нужно приболтить сюда. В принципе, делов очень много. Просто тут не нужно сейчас торопиться, дабы ничего не забыть. Так, друзья, наверное, на сегодня работа остановилась. Потому что нет у меня шланга, чтобы можно было в левую сторону собрать. И все. В принципе, с промежутком было бы закончено. В левую сторону имею в виду гидроусилитель сцепления. И вилку на сцепление. Вот. И все. Но мне не дается этот шланг вот дубовый. Потому что новых, по-моему, у нас на складу нету. Да и если, может, и есть, ехать надо. А сейчас грязюка неохота. И уже давно все домой шли. Короче, это я оставляю. До завтра. Вот. Потом еще вот эти вот шланги поменять. Двенадцатый. А, нет. Десятый. Вот. И так же можно было поменять. Но я забыл. Опять же. На мастерской шланги рулевого управления. Вот. Тоже новые купил специально. Но я их там забыл. Поэтому мне уже здесь делать нечего. Нужно ввести мотор. И, в принципе, в принципе, можно потянуть пока до гидробак. Пока я про него не забыл. И собираю ключи. Здесь вот у меня мусор весь, который я насыпал, чтобы то тут отвернешь масло бежит, то тут асфальт. Это не очень хорошо. И, короче, нужно это все сейчас поднести. Брать. И можно будет ехать домой. По поводу 82-ки, да, что у нас. Короче, мы разобрали в тот раз. Когда был третий раз. Резинка была порванная. Они еще резинки какого-то такого плохого качества, что у них, как вы знаете, новые колеса приходят, когда у них такие как бы остаются завесенчики резины, оставшиеся при отливке. Вот и это тоже по краямку, где есть эти завесенчики. Короче, не знаю, может быть, нигде. Короче, он у нас опять потек. Опять поддон пошла. Пошла охлаждающая жидкость. Купила, проездил в все магазины, нашел в одном. Более-менее нормальные, но тоже, опять же, не силиконовые, не коричневые, не белые, не синие, как в чешске идут, синие. Сейчас с поршневой группой. А обычные черные, но более-менее. Вроде они потолще и помягче, чем в остальных магазинах. И без заусенцев этих. Попробуем их поставить. Короче, завтра Андрюха опять будет разбирать уже в четвертый раз. Не знаю, что за фигня. Как обычно, всегда гильзы вставляем. Вот как у меня на видосе было, да, от руки. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Все, они там не с разгона никак. Просто нажимаешь, она залетает. Не стукали, ничего. Не знаю, что он делал. Выжимаю их, кстати, тоже новый. И вот завтра они будут колупаться там. Так, 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 так. Что у нас здесь? Компрессор, стартер, все эти дела. Фиг с ними. Давайте сейчас я, короче, подметаю. И расскажу вам немножко про патрубок. Итак, друзья, давайте рассмотрим принципиальные особенности. Хотя я еще не проверял это, так сказать, в практике. Но с большей вероятностью уверен, что это будет гораздо лучше и дольше. Пусть немножко дороже. Вот, короче, смотрите. Также много кто знакомых говорил, хватит уже мучиться вот с этими вот патрубками. Вот это нижний патрубок, да. Вот он, нижний патрубок радиатора. Ему один сезон. Так, сейчас хомуты скинем. Вот ему один сезон, смотрите. Нажимаем. Что с ним происходит? Так-то он еще, с одной стороны, я думаю, он будет немножко по дубее. Но нет, он еще более-менее живой. Но опять же, внутри появилась лопина. Но сюда она, благо, не дошла. Даже тут написано. Шланги. Тасол, вода, воздух. Радиаторный. Производитель что-то. Не знаю, из-за ГРПТ, чтобы что-то не знать. Ну, в общем, короче, вот такой вот уродливый. Обычный резиновый шланг, который в этом сезоне бы у меня в любом случае порвался. А менять там резиновые шланги, вот эти вот патрубки, вообще не очень удобно. Они жесткие. И чтобы одеть его на один сначала, а на одну сторону, потом продевать на вторую. Но это, конечно, беда. Что же тут замена? Вот она замена. Вот он, мягенький силиконовый патрубок. Сейчас, что можно как-то бы поставить. Вот. Мягкий силиконовый патрубок. Я не знаю, кто в них разбирается, но в магазине у продавца я спрашивал, в чем отличительная особенность. Внутри зеленая или внутри желтая. Я говорю, все-таки, наверное, есть разница, тасол, воздух или масло. Он сказал, нет, бери, все отлично. Но я думаю, что, как-никак, но силиконовый патрубок проходит гораздо дольше. Даже вот, смотрите, здесь вот один ряд, и то тоненькие, тоненькие стенки, один ряд нитки. А здесь я насчитываю уже четыре, плюс еще вот эта вот часть, она мягкая, мягче, чем вот эта. То есть прилегание к деталям у силикона гораздо лучше. Силиконовые патрубки вот у нас на 12-21 стоят на воздухе. То есть эти патрубки с 2007 года ни один не полопался. Если бы брать резиновый, это все, утиль. Уже раз как бы 7, наверное, поменяли. Вот, короче, 55-й патрубок нашел в Камазовском магазине. Заходишь в Веху или в магазин с запчастями для трактора и спрашиваешь, есть у вас силиконовые патрубки? Он говорит, нет, мы не знаем, что это такое, мы никогда не возили и тому подобные вещи. Вот, поэтому как-то я заезжал за Камазовскими запчастями что-то в магазин и увидел много-много разных патрубков. Вот, поэтому решил заехать и найти. Да, найти удалось, но удалось найти... Ну, нижний патрубок можно поставить. Можно поставить верхний патрубок, где от помпы до водяного коллектора. Вот этот, который в головку идет. Да, можно там поставить. Но верхний патрубок, вот он, видите какой. Вот тут соединительная труба. Вот, тоже, опять же, ему сезон. Смотрите, да? Этот уже пожестче. Он же весь лопается. Вот, видите. Но таких патрубков такого размера я не нашел. Вот этот 550 рублей. То есть, если... На низ у меня на два патрубка хватит. То есть, я его отрежу чуть подлиннее, наверное. И, если что, еще один останется. То есть, два патрубка за 250 рублей. Если бы не этот уголок, такого размера бы патрубка, 55 диаметра, был бы вообще идеальный. Пусть он стоит 250 рублей. Ну, ладно. Из него можно сделать два, как минимум. Вот. Но таких вот патрубок я не нашел в командовском магазине. Можно поездить по городу, поискать. Поэтому, опять же, взял вот такие вот резиновые, обычные. Тоже, видите. Сейчас он тоже мягкий, хороший, но он быстро задубеет. В середине. Немножечко только нитки в сравнении с силиконом. Вот. Но, опять же, его ненадолго. Но поменять верхнюю патрубу куда проще. Отвернуть один хомут, отвернуть второй хомут. Снять одну сторону с бачка верхнего, а вторую сторону с термостата. Купил, поменял. Все это копеечные дела и минутные. Но вот нижний, опять же, это очень просто. Также взял я на свою двадцаточку. С патрубками, наверное, все. Пишите в комментарии, используйте его здесь. Силиконовые патрубки и ваши отзывы. Я думаю, я не разочаруюсь. И на следующий год, после этого сезона, проработав, я вам, думаю, дам хороший отзыв. Поэтому я сейчас не зарекаюсь, не говорю на будущее, что вау, офигенно. Я беру на пробу и думаю, что будет это гораздо лучше, чем вот эти вот резиновые. Пишите в комментарии, какие вы используете и переходили ли вы на силикон. Вот. Короче, взял чешские ремни. Сейчас скажу, фирма Ча Рубена какая-то. Маден Чехи Республик. Вот. 1700 на кондиционер. И самый любимый ремень. 1180 на генератор. Посмотрим, сколько они проходят. Какого они качества. По цене я не знаю, короче. Все это по цене я вам, как будет первый пуск трактора. Все вам по цене и распишу в конце ролика, что, сколько и стоило. Чеки все есть. Так, это вот тоже второй патрубок туда же. Медные шайбы. Восьмые и четырнадцатые пуск трактора на топливо. Также гравера мне должны будут на моторку идти. Вот резинки. Обычные резиночки. Но они, как-никак, они помягче и потолще. Под 82,1. Второпласт. Вот он. Родной патрубок. Вот такой вот. Десятка. Ну, чуть подлиннее. Но материал, качество, конечно, блин. Даже основья он пожестче. Ладно, хватит заканчивать патрубками 20 минут разговаривать. Короче, оставляю я и здесь. В принципе, я, наверное, здесь и оставляю. Кроме второпластных колец. Ухлотнений. Резиновый колец, точнее. Остальное все привезу туда-то. А это мне здесь все пригодится. Все, что я здесь сейчас уберу. Хомуток набрал. Хороший человек, блин. Уберу кабину. Вот такие вот дела, друзья. Короче, собираем потихонечку. Вот такие вот планы. Делов все много. Думаю, за пару дней мотор соберу. Можно будет пускать. Вот такие вот дела. Посмотрим, как пойдет дальше. Так что ставим лайки, комментируем. Подписываемся на канал, кто не подписался. Дальше интереснее. Пуск долгожданный. Очень жду, жду этот самый момент. Очень интересно. Как я собрал, правильно, неправильно. Вот тут вот еще у меня вот эти вот кишки висят, с которыми надо будет разобраться, какие и куда провода. Это, блин, ну ладно. Это отдельная тема. Думаю, разберусь. Если где-то потеряюсь, то руководство и электрическая схема в помощь будет. Ладно. Все, я, короче, убираю все эти вещи. Они нам скоро-скоро пригодятся. И отправляюсь домой. Ставим лайк, комментируем. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok